Всем привет! Меня зовут Роман Приборщиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Путенберга». Это наше второе мероприятие после достаточно длительного перерыва в 28 месяцев с момента начала пандемии. Так что мы очень рады, что вы сегодня собрались. У нас это второе мероприятие, и в принципе наше мероприятие теперь, я надеюсь, будет проходить еженедельно на этой площадке. Поэтому если вы случайно узнали про нас или подписывались и давно уже за нами следите, обязательно приходите еще. В прошлый раз мы рассказывали про генетические тесты, в принципе про то, как работает современная генетика. А сегодня мы немного поговорим тоже отчасти с такой достаточно близкой тематикой, но уже про клеточную биологию и особенно про рак, про клетки рака. Наш спикер, давайте ее поприветствуем, Кондратьева Ле, кинздадт биологических наук, научный сотрудник Института биоорганической химии РАН. Ле, начинай. Спасибо большое, что пришли на лекцию. Это мой первый опыт таких крупных публичных выступлений, поэтому, если что, не судите строго. Но я надеюсь, что все будет хорошо. В нашей лаборатории мы изучаем опухолевые клетки, изучаем то, чем они отличаются от нормальных клеток, откуда происходят, и как можно на них повлиять, чтобы победить такую серьезную болезнь. Обсудим сначала, что вообще такое опухоли. И опухоли – это избыточно размножающиеся клоны клеток, которые образуют в органах дополнительную ткань. И в таком тяжелом случае эта дополнительная ткань может привести к смерти организма, и тогда такая опухоль будет называться злокачественная. Такие опухоли могут в организме возникать из разных клеток, разных тканей. Чаще всего опухолевые клетки возникают из клеток эпителиального фенотипа, то есть эпителиального внешнего вида, эпителиальной ткани. И если это просто избыточно размножающиеся клетки, то они могут сформировать доброкачественные опухоли, и они называются аденомы или интраэпителиальные неоплазии. Как правило, такие доброкачественные опухоли – это какие-то предшественники уже злокачественных преобразований, когда болезнь может метастазировать и в итоге привести к смерти. Злокачественные опухоли эпителиальной природы будут называться как раз рак, и это понятие обычно используется в более широком смысле и применяется ко всем опухолям вообще. Также разновидностью рака является аденокарцинома. Бывают опухоли, которые развиваются из соединительной ткани, и тогда они могут называться фибромами и остеомами. Вот здесь на картинке у нас изображена опухоль кости, будет остеосаркома. Соответственно, могут быть фибросаркомы или просто саркомы, опухоли соединительной ткани. Также опухоли могут развиваться из клеток кровотворных и могут привести к образованию лимфом и лейкозов. Соответственно, какая-то кровотворная стволовая клетка, она когда дифференцируется, когда приобретает черты строения, которые делают ее потом специализированной, она может пойти по двумя путями. В сторону миелоидных предшественников, которые потом дадут, например, эритроциты, мегакариоциты, которые станут тромбоцитами, моноциты и нейтрофилы. Если в этих предшественниках произойдет какая-то поломка, и эти клетки начнут активно размножаться, то возникнет лейкемия. Если клетка пошла по второму пути и превратилась в клетку лимфоидной природы, из которой будут потом размножаться лимфоциты, то тогда получатся лимфомы, которые могут привести уже к злокачественным формам, острому лейкозу или злокачественной лимфоме. Также бывают опухоли нейроэктодермальной природы. Они развиваются из нейронов или из меланоцитов. Кажется, что клетки эти как-то очень друг от друга далеко, но на самом деле по эмбриональному развитию клетки кожи и клетки нервной системы очень близки, так как они развиваются все из эктодермы, из одного зародышевого слоя. Поэтому их выделяют в отдельный класс. И из таких клеток могут развиться злокачественные опухоли, глиомы или меланомы. Очень агрессивное заболевание. Также довольно часто встречается такое понятие, как бластома. И его могут использовать тоже в двух смыслах, как и слово «рак». В узком понятии это будет злокачественная опухоль, которая развивается из клеток эмбрионального происхождения. Тут схематически изображен эмбрион. И как у него от нервной трубки отпочковываются клетки нервные. И если в них происходит какая-то онкогенная потом мутация, то могут возникнуть, например, нейробластомы. Обычно бластомы развиваются у детей и могут развиваться из клеток эмбриональных клеток печени, почек, сетчатки глаза. Тогда развивается, например, ретинобластома. Из клеток поджелудочной железы тогда будет панкреатобластома. И в широком смысле бластомой называют все злокачественные образования в организме. И поэтому на всяких сайтах научно-популярных можно считать, что бластома, тождество на раку, тождество на опухоли в целом. Но если разбираться, то вот так специфически. Откуда в целом берутся раковые клетки? Раковые клетки у нас в организме все время появляются с большой частотой. Но наша иммунная система способна опознавать такие неправильные клетки и как бы элиминировать их, уничтожать, не давать развиваться. Раковые клетки берутся из-за того, что в какой-то клетке происходит какая-то случайная мутация, которая приводит к тому, что нарушаются клеточные процессы, и эта клетка приобретает способность слишком активно делиться, неконтролируемо расти. И есть несколько теорий происхождения раковых клеток. Одна из них это теория колональной эволюции, когда любая клетка в организме может приобрести такую онкогенную мутацию, потом она начнет делиться, та клетка приобретет новую мутацию. Таким образом, мутации наложатся на мутации, они сделают клетку, например, невосприимчивой к иммунитету, невосприимчивой ко всяким блокаторам. И таким образом клетка станет раковой, и она сможет сделать опухоль. И все потомки этой клетки, которая накопила достаточное количество мутаций, чтобы стать раковой, они тоже смогут рассеиваться по организму и давать опухоли. И второй пример, вторая модель возникновения раковых клеток, это модель раковой стволовой клетки. Она говорит о том, что злокачественные вот эти мутации, они возникают в стволовых клетках, которые рассеянутся по организму. Их мало, но они есть для того, чтобы клетки обновлялись. И там происходит вот эта злокачественная мутация, и все потомки этой раковой клетки тоже будут нести эту мутацию. Эта клетка будет делиться несимметрично, будет давать какого-то потомка с этой мутацией, которая тоже будет неправильно работать, и на стволовую другую клетку, у нее будет немножко меньший потенциал к делениям. И таким образом во время каждого деления будут появляться новые раковые клетки, но родоначальницей будет являться раковая стволовая клетка. И только вот эти раковые стволовые клетки могут давать начало опухолям по всему телу, соответственно, метастазируют тоже только раковые стволовые клетки. Для разных типов тканей и органов показаны разные механизмы. То есть для каких-то органов показано, что точно есть раковые стволовые клетки. Для некоторых органов нет. Вот, например, в поджелудочной железе не нашли пока раковую стволовую клетку. Какими еще путями могут образовываться раковые клетки? Есть такое свойство у них, это пластичность. То есть в норме происходит дифференцировка, и стволовая клетка, в ней начинают работать гены, которые ее специализируют. Это будет называться процесс дифференцировки. И через несколько делений клетка потеряет способность к самообновлению деления, потеряет функции стволовости и приобретет свою функцию. Вот здесь у нас, например, это эпителиальная клетка. Она определилась, кем она хочет стать в будущем. Во время онкогенной трансформации, когда в клетках происходят мутации, клетки могут, вот эти терминально дифференцированные, уже определившиеся, кем они хотят быть, в них может случиться какая-то мутация, поломка, и это приведет к тому, что они в своем развитии откатятся немножечко назад. То есть они станут дедифференцированы. Это вот та вот картиночка, правая верхняя. И тогда у нее будет потенциал снова размножаться и становиться раковой. Также, значит, можно заблокировать дифференцировку какой-то стволовой клетки, которая сидит в своей некоторой нише, и она должна была восстанавливать ткани и органы или обновлять их, вот, и заблокировать какие-то последние стадии дифференцировки. То есть она поделилась, у ней заработали какие-то определенные гены, но их еще недостаточно, чтобы клетка выполняла свою функцию, вот, но она еще способна делиться, поэтому это будет вот блокада дифференцировки. И еще есть процесс, который называется трансдифференцировка. То есть из стволовых клеток у нас образуются разные все типы клеток в организме, дифференцируются, соответственно, тоже. И трансдифференцировка — это процесс, когда какая-то уже определившаяся клетка вдруг меняет свое решение и становится каким-то другим типом. Вот, значит, такая трансдифференцировка, она, например, известна для поджелудочной железы. Я вот часто буду, наверное, к поджелудочной железе обращаться, потому что мы в лаборатории эти клетки изучаем. Вот, значит, для рака поджелудочной железы показано, что клетки, которые непосредственно раковые, это клетки протоков, они могут возникать из клеток, которые исходно протоковыми не были. Вот, то есть поджелудочная железа — это такой орган, в нем, значит, есть часть, которая синтезирует инсулин, это часть эндокринная, есть часть, которая синтезирует пищеварительные ферменты, это часть экзокринная, она состоит из ацинусов. Вот, по этим ацинусам там синтезируются ферменты, и они должны по протокам попасть в 12-першную кишку. Вот, и там, значит, клетки, вот эти, которые синтезируют ферменты, они могут получать всякие мутации и становиться протоковыми. И, собственно, из этих клеток потом дальше будет возникать рак поджелудочной железы. Вот, значит, это мы обсудили, значит, откуда берутся клетки внутри самого организма, что внутри появилась мутация, и свои же клетки сошли с ума, стали раковыми. Есть ли такие механизмы, которые позволяют передать рак от одного организма к другому организму? В общем, заразен ли рак? Ну, как правило, рак не заразен, у человека таких случаев описано довольно мало, но все равно, тем не менее, такое встречается. Например, такое может быть, если человеку пересаживали орган, и, например, донор еще не знал, что у него есть рак, и там затесалась какая-нибудь стволовая клетка, которая потом прижилась уже в организме рецепиента и дала какую-то опухоль. Ну, то есть вот при пересадке костного мозга, например, может быть. Вот, и еще что важно, вот при такой пересадке у человека, которому пересаживают орган, ему подавляют иммунитет искусственно, поэтому его иммунная система не способна потом обнаружить вот эту вот злокачественную клетку. Вот. Также, значит, известно про случаи, когда проходил перенос раковых клеток от матери к ребенку. Например, женщина болела раком шейки матки, и во время родов ее сыновья, там были близнецы. Вот. В общем, проходя через родовые пути, они к ним попали раковые клетки, осели в легких. Вот. И когда проводили анализ этих детей, посмотрели, что эти клетки, они не содержат, клетки в легких, раковые, не содержат Y-хромосомы, соответственно, они точно передались от матери. Вот. Значит, еще может быть передача лейкемийных клеток между близнецами. То есть, если во время внутриутробного развития у близнецов был общий кровоток, у одного из них лейкемии, у второго нет, то клетки могут перемещаться друг к другу относительно друга. Вот. Это у человека. У животных тоже существуют некоторые примеры такого, как бы, заразного рака. Вот. Например, это лицевая опухоль тасмонийских дьяволов. Вот. Это разрастающиеся клетки на лице у них, и они передают их через укусы. Вот. Есть предположение, что такие клетки, как бы, они не атакуются иммунной системой тому, кому они передаются, потому что иммунитет у тасмонийских дьяволов устроен немножечко по-другому, там нет молекул, которые это все распознают. Или нет в достаточном количестве. Вот. Значит, второй пример такой трансмиссивного рака — это венерическая опухоль собак. Вот. И эти клетки, они очень интересны с точки зрения эволюции, потому что это самая древняя, самоподдерживающаяся клеточная линия. То есть она возникла очень давно, и она близка по своему генетическому составу к... ну, она родственна предкам собак, поэтому она обнаруживается не только у собак, еще у волков, у койотов. Вот. Ну, соответственно, передается половым путем. Вот. И обычно, вот если лицевая опухоль тасмонийского дьявола, она смертельна для организмов, потому что она разрастается, это мешает дышать и кушать, вот, то вот эта собачья опухоль, она в целом не мешает им жить, они не всегда от нее умирают. Вот. И интересный факт, что еще бывают трансмиссивные опухоли у беспозвоночных, то есть вот у моллюсков двустворчатых, они фильтраторы, и у них клетки крови, они находятся как бы такой в полости тела, в гемолимфу, высвобождаются. Вот. И если эти моллюски сидят рядышком, то клетки, которые попадают в полость тела, а потом вымываются потоком воды, то они могут попасть в соседний организм и там прижиться. Вот. Значит, но у человека такое, конечно, бывает суперредко. Как еще можно условно заразиться раком? Это если получить к себе в организм онкогенные вирусы. Значит, онкогенными свойствами будут обладать вирусы гепатитов В и С, вирус папиллома человека, вирусов Штейнебара, вирус иммунодефицита и еще ряд некоторых вирусов. Я только некоторые вывела на слайд. Значит, вирусы гепатитов В и С, они вызывают воспалительные процессы в печени, а воспаление — это всегда хроническое воспаление, это всегда такой фактор онкогенного риска. Вот. Кроме того, вирус гепатита С, он вызывает образование активных форм кислорода, которые повреждают ДНК. Вот. Повреждение ДНК тоже ведет к такой злокачественной трансформации, накоплению мутаций. Вот. Вирус папиллома человека — это онкогенный вирус, против которого можно сделать прививку. Вот. Это очень важный факт. Вот. И он вызывает рак, потому что он блокирует, он кодирует белки, которые блокируют регуляторы так называемого клеточного цикла. Мы чуть подальше про это поговорим. Вот. И это как бы такие стоп-белки, которые не дают клетке делиться. Вот. Соответственно, вирус папиллома человека эти белки инактивирует, и поэтому клетки эпителия шейки матки, они начинают разрастаться. Вот. Вирус Эпштейн-Барра заражает клетки лимфоидной природы, заставляет их активно, Б-лимфоциты, размножаться. Вот. Потому что ему нужно сделать больше копий самого себя. Вот. И вирус иммунодефицита человека, он работает немножко по-другому. Значит, вирус ВИЧ, он заражает клетки иммунной системы, заражает Т-лимфоциты, вот, которые в норме должны как раз бороться против инфекций, в норме должны бороться против раковых клеток, которые возникают. И когда он нарушает их работу, соответственно, эти клетки, которые были не опознаны иммунной системой из-за вируса, вот, они могут размножиться. Вот. Как же понять дальше, значит, что отличает раковую клетку вообще от здоровой? Значит, у раковой клетки есть ряд свойств. Их вот здесь вот на слайде 10. Ну, вот недавно вышел апдейт, и еще добавили 4 свойства. Вот. Эти признаки опухолевых клеток, они называются hallmarks of cancer, вот. И это, например, постоянные сигналы к делению клеток, независимость от фактора роста, то есть их деления, независимо от того, какие к ним приходят какие-то внешние сигналы, есть еда, нет еды, есть кислород, нет кислорода. Клетки опухолевой, опухолевые клетки избегают иммунного ответа. Вот. Они обладают репликативным бессмертием, вызывают хроническое воспаление. Вот. В опухоли, как правило, прорастают сосуды кровеносные, это будет ангиогенез. Вот. По этим кровеносным сосудам могут распространяться другие опухолевые клетки в другие очаги. Вот. Опухолевые клетки постоянно приобретают новые мутации. Вот. Они устойчивы к программам клеточной гибели, и у них нарушен метаболизм. Вот. Про часть из этих признаков мы вот сейчас поговорим. Вот. И начнем с того, что раковые клетки, они способны к неконтролируемому клеточному росту. Это, соответственно, вот эти факторы, признаки. То есть независимость от факторов роста, постоянные сигналы к делению, репликативное бессмертие и постоянные мутации. Значит, чтобы поговорить про то, как клетки делятся, нужно сначала обсудить клеточный цикл. Значит, в норме это выглядит вот так. Значит, в клеточном цикле есть две стадии большие. Это большую часть цикла занимает вот от G1, S и G2. Это так называемая интерфаза. Вот. И маленький кусочек — это метоз. Вот. Клеточный цикл — это вообще жизненный цикл клетки от деления до деления. То есть клеточка вот образовалась после метоза. Дальше ей нужно вот в эту фазу восстановиться после такого энергозатратного процесса. Вот. Она, значит, увеличивается в размерах, накапливает в себе питательные вещества, накапливает глюкозу. У нее активные метаболические процессы происходят. Вот. И дальше клетка вступает в следующую стадию клеточного цикла. Это S-фаза. Тогда ДНК в клетке удваивается. Это нужно для того, чтобы потом, когда будет следующий метоз, чтобы равномерно разделить хромосомы по клеткам. Чтобы каждая клетка потом получила нормальный генетический материал, которого достаточно. Вот. Соответственно, вот в первую фазу после метоза клетка увеличивается в размерах, накапливает питательные вещества, накапливает нуклеотиды, энергию, глюкозу и готовится к тому, чтобы удвоить ДНК. Дальше она эту свою ДНК удваивает. То есть вот тут вот показано, что хромосомы были одно, из одной хроматиды состояли, из одной молекулы ДНК. А теперь они стали из двух молекул ДНК состоять. Вот. И дальше начинается процесс подготовки непосредственно к делению. Фаза же 2, когда клетка снова накапливает энергию, снова накапливает, синтезирует себе белочки, для того, чтобы потом сделать очень сложный процесс метоза. Вот. Значит, в норме вот этот процесс, он будет регулироваться большим комплексом белков. Вот. И на каждой из этих стадий, ну практически на каждой, будут находиться так называемые контрольные точки. Контрольные точки клеточного цикла. Вот. Значит. И они связаны как раз с тем, что происходит в каждой из этих фаз. Если в первую фазу после деления, вот в эту же один, клетка вышла из метоза и должна подготовиться к удвоению ДНК, то здесь контролируется в этой фазе, чтобы клетка была достаточно большого размера, чтобы ей хватало питательных элементов, чтобы были ростовые факторы, ну иначе зачем ей удвоивать ДНК. И оценивается, насколько хорошо поделились хромосомы после метоза, нет ли повреждений в ДНК. Если все хорошо, то клетка двигается в репликацию в S-фазу. Вот. После того, как это прошло, тоже есть такой специальный чекпоинт, контрольная точка, который оценивает, правильно ли прошла репликация, нет ли ошибок, достаточно ли всяких других дополнительных веществ там образовалось. Вот. Если во время репликации образовались какие-то ошибки, клетка направляется в систему, в клетке активируются генные репарации, и она пытается восстановить повреждения. Если не получается восстановить, то клетка такая умирает. Собственно, для этого и нужен вот этот, вот эта контрольная точка. Вот. И такая же контрольная точка есть в фазу деления в метоз. Вот. Самое важное, что происходит в метозе, это как раз разделение хромосом, чтобы симметрично произошло, чтобы каждая клетка получила копию каждой хромосомы полноценно. Вот. В этом процессе участвуют микротрубочки, которые прикрепляются к каждой хромосоме и растягивают их по полюсам клетки. Вот. Соответственно, в метозе вот эта вот фаза, которая контролирует эту стадию, контрольная точка, вот. Она оценивает, правильно ли собралась эта система и правильно ли разделились клетки. Вот. Значит, чтобы клетку по этому клеточному циклу толкать, есть специальные белки, которые как бы ускоряют. Вот. Они называются прото-онкогены. Это нормальные клеточные белки, которые работают как ускорители клеточного цикла. Вот. И те, кто... И как все в биологии устроено, что если есть что-то, что работает в одну сторону, есть что-то, что его должно блокировать, ну или как-то контролировать. Вот. И поэтому к этим прото-онкогенам, соответственно, есть опухолевые супрессоры, анти-онкогены. Вот. Значит, онкогены толкают клетку по клеточному циклу, а анти-онкогены не дают им это сделать и контролируют вот эти самые контрольные точки. Вот. Например, самый известный из этих анти-онкогенов или опухолевых супрессоров это белок P53. Сейчас мы про него поговорим. Например, белок BRCA довольно известный. На мутации в этом белке оценивают, например, когда делают скрининг на рак молочной железы. Вот. Этот белок, он входит в систему репарации. Если в нем произошла какая-то мутация, то, значит, это есть риск возникновения онкологических заболеваний. Вот. Значит, если вдруг нарушается какая-то функция, например, у прото-онкогена, и он становится онкогеном, то он переходит на сторону зла и принимает сторону раковой клетки. Вот. Значит, чтобы противодействовать этим онкогеном, есть анти-онкогены, и вот самый главный из них, это как бы страж генома P53. Это очень мультифункциональный белок. Он выполняет кучу всяких разных функций. И его главная функция — это не давать клетке пройти по фазам клеточного цикла и не дать ей разделиться, если в ней что-то не так. То есть, например, P53 принимает сигнал недостатка кислорода. Тогда нужно подождать, например, или такой клетке делиться не нужно, она пойдет в стадию покоя. Или там в клетке повреждена ДНК, тогда тоже не нужно делиться, нужно активировать процессы репарации. Или там, например, много активных форм кислорода, и тоже нужно сначала разобраться, что произошло, есть ли какие-то необратимые повреждения в клетке. И если все-таки клетка не проходит такой контроль, то она отправляется по паутии программируемой клеточной гибели. То есть, P53 спасает клетку от каких-то проблем, связанных с раком. И ровно поэтому в больше, чем половине случаев опухолей P53 имеет какую-то дефектную функцию. То есть, либо он вообще не работает, либо там есть какая-то мутация, которая мешает его нормальному функционированию. Соответственно, если нарушается прохождение клетки по этим фазам из-за того, что какой-то компонент работает слишком сильно, например, какой-то анкоген работает чрезмерно, а антианкоген не может ему сопротивляться, то клетка получает постоянный сигнал к делению, не зависит от факторов роста, и постоянно у нее появляются какие-либо мутации. Но при этом, если клетка активно будет делиться, то у нее все равно возникнут проблемы. Дело в том, что каждый раз, когда ДНК удваивается, то часть информации, которая находится на концах хромосом, она теряется. И в природе это для того, чтобы защитить концы хромосом от такой потери, потому что в стволовых клетках тоже происходят все время процессы репликации, удвоение ДНК. и тоже часть информации может потеряться для такой защиты, в эволюции, придумано в кавычках, такая система, которая называется теломеры. Теломеры — это последовательности ДНК, которые ничего не кодируют, это много повторов, которые не жалко, если что, потерять. И каждый раз при делении, при каждом раунде, теломеры эти укорачиваются до какого-то определенного предела. И как только какая-то критическая масса теломера потеряна, то клетка больше не входит в метоз, собственно, ровно это может контролировать вот эти всякие чекпоинты. И она уходит уже, например, куда-нибудь в дифференцировку. То есть она перестает быть стволовой, и в ней запускаются гены, которые делают ее особенной. Мышечную клетку мышечной, нервную клетку нервной. Когда раковые клетки бесконтрольно делятся, у них тоже встает перед ними такая проблема, поэтому им нужно было каким-то образом решать ее. И они опять же используют такие существующие уже в клетке механизмы. И этот механизм называется теломераза. Это белок, который достраивает концы хромосом, и таким образом они не утрачиваются. Обычно теломераза активна в клетках только в эмбриональных и в каких-нибудь стволовых. То есть только те, которым нужно делиться по мере жизни. А в раковых клетках происходит реактивация такой теломеразы. И они не теряют куски своих хромосом, поэтому могут неограниченно долго делиться. В 90% случаев клеток рака показана активность теломеразы. Теломераза активно печатает вот эти себе концы и превращается в такой бешеный принтер. Следующие признаки опухолевых клеток связаны с тем, что опухоль представляет собой такой большой сложный комплекс, и там помимо раковых клеток есть еще и дополнительные клетки. Это клетки опухолевого микроокружения. И вот это микроокружение, оно ответственно за инвазию и миграцию раковых клеток, ответственно за ангиогенез, за то, что в клетках нарушен обмен веществ, и как-то они пытаются это восполнить, и за то, чтобы убежать от иммунных клеток, чтобы их как-то не ликвидировать. В опухоли, помимо раковых клеток самих, есть еще здоровые клетки, которые опухолевые, которые раковые клетки привлекают на свою сторону и заставляют работать на себя. Среди таких клеток могут быть опухоли ассоциированные фибробласты. Они такие саппортящие клетки, вырабатывают различные факторы, помогают им с обменом веществ в раковым клеткам. Еще могут быть клетки эндотелия сосудов в микроокружении, и клетки эндотелия сосудов они потом выстраивают внутри опухоли кровеносные сосуды для того, чтобы обеспечить опухолем питание. Помимо этих клеток есть еще клетки иммунные. Казалось бы, опухоли нужно избежать иммунитета, а они тут себе привлекают какие-то клетки иммунные. Но это как раз ровно для этой цели и сделано. То есть они формируют такое иммуносупрессивное микроокружение. Есть специальные клетки, которые не дают нормальным клеткам, которые работают против опухоли, их съесть, опознать. Поговорим про изменения в обмене веществ. И большая часть изменений касается энергетического обмена. Здесь на левой клеточке показан процесс энергетического обмена, который происходит в нормальной клетке. Энергетический обмен — это окисление глюкозы. Он происходит в две стадии. Сначала в цитоплазме глюкоза окисляется до первой виноградной кислоты. Там выделяется мало энергии, а потом первая виноградная кислота отправляется в митохондрии и там осуществляется полное окисление, цикл гребса, много молекул АТФ мы получаем. Во время развития опухоли в какой-то момент опухолевых клеток становится так много, что кислорода из окружающей ее ткани не хватает. Поэтому опухолевая клетка погружается в состояние гипоксии. И поэтому ее метаболизм переключается на состояние вот этого вот бескислородного окисления на первый этап, на гликолиз, когда из глюкозы получается первой виноградной кислоты. Дальше эту первой виноградную кислоту нужно каким-то образом переработать в другие продукты. И все это отправляется на молочно-кислое брожение, превращается в лактат. И дальше лактат выделяется просто наружу. Такой процесс, когда глюкоза окисляется в гипоксических условиях, происходит, например, у нас в мышцах, когда физически активные нагрузки и не хватает кислорода. Но в опухоли возникают гипоксические очаги, клетки переходят на такой гликолиз, и им на помощь спешат окружающие их нормальные клетки, опухоли-ассоциированные фибробласты, в которых энергетический обмен проходит нормально. Такой эффект, когда опухолевая клетка переходит на бескислородный способ дышать, окислять, а соседняя клетка переходит на нормальное кислородное дыхание и снабжает энергией соседнюю опухолевую клетку, это называется эффект Варбурга. Но в опухоли все динамично, и в какой-то момент все может поменяться, и тогда и эти клетки тоже меняются своими функциями. То есть опухолевая клетка тоже может внезапно вернуться к кислородному дыханию, а опухоли-ассоциированные фибробласты или какие-нибудь другие соседние клетки могут перейти на гликолиз. Это будет обратный эффект Варбурга. С недостатком кислорода будет связано не только изменение в энергетическом обмене, но еще и процесс формирования сосудов. Когда опухоль растет, и у нее возникают какие-то зоны, где мало кислорода, она начинает выделять всякие факторы дополнительные, например, фактор ВЕДЖФ, фактор роста эндотелия сосудов. Этот фактор роста эндотелия сосудов привлекает клетки эндотелиоцитов, они стремятся туда и пытаются прорасти, снабдить опухоль кислородом, сделать кровеносный сосуд. Но кровоснабжение опухолей оно плохое, потому что там сосуды растут в хаотическом порядке, там не соблюдается иерархия между сосудами, могут возникать различные зоны, которые нормально снабжаются кислородовыми питательными веществами, а некоторые зоны не снабжаются. Но тем не менее, ангиогенез это фактор, который стимулирует рост опухоли. Также через кровеносные сосуды осуществляется инвазия, миграция и метастазирование раковых клеток, чтобы клетки из первичного очага опухоли перешли, могли рассеяться по организму, нужно, чтобы сначала они потеряли друг с другом контакты. То есть клетки в опухоли, особенно если это клетки потеряли на опухоли, они плотно друг с другом контактируют. И под воздействием различных факторов они теряют эти свои межклеточные контакты и становятся способными к ползанию. Благодаря такой способности они становятся способными попасть в окружающие их ткани и дальше попасть в стенки кровеносного сосуда. Дальше они могут распространяться по кровотоку по всему организму. И как последняя стадия миграции клеток, метастазирование, это стадия обратного превращения из таких клеток, которые могут ползать в клетки, которые плотно друг с дружкой держатся. Процесс, когда клетки теряют клеточные контакты и становятся способными ползать, называется эпителиальный-безинхимальный переход. Обратный переход, когда им уже не нужно ползать, а нужно где-то закрепиться, называется безинхимальный-эпителиальный переход. Для некоторых видов опухоли еще показано такое свойство, как коллективная инвазия, коллективная миграция, когда клетки не по одному куда-то там рассеиваются, а целой кучей. Целой кучей мигрировать гораздо удобнее, потому что можно взять с собой клетки, которые поддерживающие, запортищие, вырабатывают сразу нужное количество факторов, и приезжая целым этим скопом в новую нишу, можно сразу сформировать большую опухоль. Ничего не будет мешать развиваться. Так, и последнее свойство, которое связано с опухолевым микроокружением, это создание иммуносупрессивного микроокружения, то есть избегание иммунного ответа. Вот, значит, тема иммунитета, она довольно сложная, я не буду вдаваться очень сильно в подробности, вот, но по верхам. Значит, как раковые клетки могут прятаться от клеток иммунной системы? Значит, вообще в организме у нас все клетки, встречаясь с иммунными, должны предъявлять такие некоторые паспорта, и по которым иммунные клетки опознают, что с клеткой все норм, что она содержит те же самые белки, которые во всех остальных клетках находятся. Вот, значит, внутри раковых клеток есть другие белки, вот, они немножко измененные насчет мутаций, вот, и поэтому иммунная система может на них так отреагировать. Вот, чтобы не предъявлять вот эти вот волшебные паспорта, раковые клетки, они просто могут ничего не показывать или показывать что-то странное, так, чтобы иммунная система ничего не распознала и ушла. Вот, значит, еще в опухолях может реализовываться такой механизм, как кнопка выключения клеток иммунных. Вот, значит, есть... Значит, в природе существует такой механизм, который сдерживает иммунные клетки, если вдруг они начинают сходить с ума и начинают атаковать все, что находится рядышком. Это, соответственно, какие-то аутоиммунные болезни. Вот, для того, чтобы эту иммунную клетку, которая вдруг активировалась и решила кого-то съесть, чтобы ее выключить, есть так называемые ингибиторные взаимодействия, кнопка выключения. Вот, то есть на клетке иммунной системы находится одна молекула, на другой клетке, которая хочет ее выключить, находится другая молекула. Как только они взаимодействуют, какое бы ни было другое соседнее взаимодействие, которое, например, говорит, убивай меня, то такая клетка атаковать клетку с выключением не будет. Вот, соответственно, это ингибиторные взаимодействия на иммунных клетках. И еще опухоли вокруг себя, когда они привлекают внутрь себя иммунные клетки специальные, они создают такой супрессорный фон и привлекают к себе именно клетки, которые негативно влияют на иммунитет. То есть вот это клетки Т-реги, они блокируют другие Т-клетки, которые могут убить, и клетки макрофагии тоже на темной стороне силы находятся. Как повлиять на этот процесс, я чуть попозже расскажу, чтобы преодолеть вот это избегание иммунного ответа. Значит, у этих опухолевых клеток мы обсудили, что существует много разных особенностей, и используя вот эти вот их особенности, можно придумать какие-нибудь стратегии, чтобы этот рак победить. Как вообще поступают, если вдруг обнаруживают, что у человека есть опухоль? Если это возможно, то используют хирургический метод лечения, вырезают опухоль. Но у этого метода есть свои недостатки, потому что обычно уже к моменту, когда опухоль обнаружили и решили ее вырезать, по организму уже рассеялись метастазы. Поэтому только хирургическое лечение, оно обычно недостаточно, и используют какие-то другие способы. Такими классическими способами повлиять на раковые клетки являются радиотерапия и химиотерапия. Они, эти оба вида терапии, действуют на свойства раковых клеток как к активному делению. Ионизирующее излучение, которое радиотерапия, оно повреждает молекулы ДНК. Часто эти повреждения совсем необратимые, их клетка не способна отрепарировать, и, соответственно, когда таких изменений накапливается много, клетка умирает. А в организме у нас делятся только либо стволовые клетки, либо раковые. Поэтому, в принципе, для других типов клеток не должно никак это повлиять. Химиотерапия направлена на разные стадии, то есть не только на саму ДНК, но в целом на весь процесс клеточного деления, на весь клеточный цикл. Например, на фазу репликации, когда ДНК удваивается, действуют такие химиотерапевтические препараты, как, например, 5-фторуроцил. Это модифицированное азотистое основание уроцил, которое нарушает синтез ДНК и нарушает синтез РНК. То есть, в принципе, уроцил – это компонент клеточной РНК. На основе РНК синтезируются многие белки, у РНК тоже много функций. Если нарушать вот этот процесс, то клетка долго не проживет. А еще уроцил – это предшественник нуклеотида Тимин, который находится в составе самой ДНК. Поэтому, если не давать мономеры для синтеза ДНК, то никакой ДНК не будет в клетке, не будет клетка умрет. Другой химиотерапевтический препарат, например, покритоксел. Он влияет на стадию клеточного цикла, на сам метоз, на деление, таким образом, что он мешает нормальному функционированию микротрубочек. То есть микротрубочки, по идее, должны растягивать хромосомы по экватору клетки, таким образом, чтобы все симметрично разделилось. И когда микротрубочки разделяют эти самые хромосомы, то с одной стороны они должны все время достраиваться, а с другой стороны разрушаться. И вот эти химиотерапевтические препараты, они стабилизируют микротрубочки, соответственно, они дают разрушаться, и вот этого растягивания не происходит. То есть оно фиксируется, и внутри клетки формируется такая сетка из рандомно расположенных микротрубочек. И это тоже нарушает жизненный цикл клетки, клетка умирает от этого. Какие еще свойства можно использовать против раковых клеток самих? Это использовать то, что клетки раковые активно получают сигналы к делению. Что значит вообще сигнал к делению? Есть какой-то растворимый фактор вокруг клетки, который плавает, и он должен связаться с молекулами на поверхности клетки, так называемые рецепторы. И эти рецепторы при взаимодействии с факторами роста, они сигнализируют дальше о том, что еды достаточно, кислорода достаточно, можно поделиться. И если заблокировать такие рецепторы, то есть вот, например, такой рецептор, это белок HER2, он является протоонкогеном, и он часто расположен на поверхности клеток раковых в таком суперэкспрессированном виде, то есть его очень много. И если использовать специфические антитела против него, то тогда вот эти рецепторы к факторам роста будут заблокированы, и от них не будут получать клетки сигнал. Соответственно, делиться тоже не будут. То есть можно подействовать на верхушечку вот этого рецептора, не давать ему связываться с факторами роста, а можно использовать какие-нибудь небольшие химические вещества, которые будут мешать передавать сигнал. Таким образом, клетки будут нечувствительны к факторам роста и будут поменьше сдерживать рост. Дальше можно еще подействовать на ангиогенез и использовать, например, антитела, блокирующие молекулы, к фактору роста эндотелия сосудов или к его рецептору. Соответственно, клетка не будет получать сигнал от VEGF и не будут расти сосуды. Соответственно, клетки будут в гипоксических условиях и будут постоянно умирать. Против иммунной супрессии тоже есть стратегии борьбы с раком. И здесь представлен один из таких способов. Это блокирование ингибирующих взаимодействий. Я рассказывала про кнопки выключения на клетках иммунной системы. И если вот эти ингибирующие взаимодействия, кнопку выключения не дать выключить, то тогда иммунная система спокойненько справится с тем, чтобы уничтожить раковую клетку. Еще подвид иммунотерапии это карте-терапия. Это когда обучают клетки иммунитета самого пациента убивать его же раковые опухоли. То есть у пациента забираются клетки крови, забираются лимфоциты, и в лаборатории с ними проводятся гены инженерной манипуляции. То есть в них встраиваются специальные гены, которые будут кодировать рецепторы химерные. Поэтому это называется карте-терапия. Химерик антиджен. Химерный рецептор, в общем, терапия. И, в общем, таким образом клетки в пробирке обучаются атаковать раковые клетки. Потом их можно опять собрать из пробирок и ввести пациенту, и предполагается, что такие клетки будут убивать опухолевые. Такая стратегия реализована для лимфом, и такой опухолевый антиген, на который будут нацелены вот эти вот карте-клетки, это CD19, это специфические для B-клеток молекулы. Собственно, поэтому такая терапия будет работать против лимфом, что нацеливаем клетки иммунной системы против того, кого надо побороть, против избыточно размножающихся B-клеток. Еще один интересный вид терапии, это терапия анкелитическими вирусами. Было давно замечено, что часто многие вирусы в организме, у которого есть опухоль, они привлекаются в этот опухолевый очаг и лизируют, разрушают раковые клетки. И поэтому была придумана такая стратегия использовать вирусы для лечения рака. Не очень много таких препаратов сейчас есть, но тем не менее развивается направление. В качестве анкелитических вирусов используются аденовирусы, герпес-вирусы, вирусы оспы, вирусы кори, ну и некоторые другие. Когда такой анкелитический вирус попадает в клетки, он, размножаясь там внутри, вызывает онколизис. То есть образуются вирусные частицы внутри раковой клетки, и потом они резко все покидают ее, из-за этого клетка лопается и умирает. Когда клетка лопается и умирает, там возникает воспаление, привлекаются иммунные клетки, и вот там их внимание как раз и акцентируется на том, что здесь что-то происходит не то. Дальше, значит, эти анкелитические вирусы могут повлиять не только на сами раковые клетки, но и на те клетки, которые их окружают. И могут разрушить клетки эндотелия сосудов, и таким образом тоже в опухоли возникнет область с недостаточным питанием, с кислородом. И тоже будут опухоли проблемы, ей придется умереть. Кроме того, анкелитические вирусы это хороший объект для генной терапии. То есть можно внутрь вируса вставить какой-нибудь важный ген, который потом начнет работать в раковых клетках и убьет их. То есть, например, можно засунуть внутрь такого вируса какой-нибудь белок, который будет активировать иммунную систему, ген белка иммунной системы. И такой препарат как раз есть. Это такой аденовирус, который несет в себе ген колонистимулирующего фактора, фактора иммунной системы. И он, заражая клетки, передает им свою ДНК. Внутри раковых клеток синтезируется этот привлекающий иммунную систему фактор. А за счет того, что вирус онколитический, он размножаясь, потом еще клетки эти убивает. В общем, стратегий лечения рака много, достаточно. Но никогда не используют одну терапию, используют комплексы, потому что опухоли, они достаточно гетерогенные. И у каждой клетки свои особенности. Следующая часть моего рассказа, она будет посвящена тому, кто кроме человека еще болеет раком. Мы в самом начале обсудили, что есть различные трансмиссивные формы рака, которыми болеют. Собаки болеют, моллюски болеют. Но на самом деле опухолевые заболевания, они характерны для вообще всех организмов. Они есть даже у кишечно-полосных. Это вообще самые примитивные многоклеточные. У них не такое большое разнообразие клеток и нет вообще никаких тканей и систем органов. И тем не менее, у них все равно, когда из стволовой клетки образуются яйцеклетки, когда она пытается дифференцироваться, может что-то пойти не так. И из этой клетки предшественницы тоже возникнет некоторая опухоль, которая, наверное, мешает этому коралловому полипу или гидре жить. И изучая распространение онкологических таких раковых заболеваний, раковых опухолей у разных организмов, было сделано, когда ученые это изучали, было сделано предположение, что риск возникновения раковых опухолей, он должен каким-то образом коррелировать с размерами организма, потому что чем больше клеток в организме, тем больше вероятность, что какая-то из этих клеток станет злокачественной. И вот с этим связан парадокс ПЕТО, который иллюстрирует то, что например, у человека достаточно много клеток, ну и риск развития рака есть какой-то. Мы можем только по человеку отследить какой-то средний фактор. И у мыши. У мыши, казалось бы, мало клеток, мышка маленькая, и должен был быть низкий фактор, низкая вероятность развития такого злокачественного заболевания. Но тем не менее, у мыши и у человека оказывается, что вот эти вот вероятности, они сходные. А вот, например, у слонов ожидаемый фактор риска высокий, но при этом у слонов раковые опухоли практически не развиваются. С этим связан этот парадокс. У каких организмов еще не бывает рака? Значит, это у голых землекопов. Это очень такой классный организм. Он и не стареет, и раком не болеет. Ну, практически. Вот. Значит, его родственники слепыши и, собственно, слоны. Вот. И изучили, почему у слонов, например, не возникают такие злокачественные клетки. И выяснили, что у них повышен уровень синтеза белка вот этого опухолевого супрессора P53. То есть, у человека это одна копия. Вот. Ну, точнее, как две, можно сказать. Одна от мамы, одна от папы, а у слонов таких копий много. Вот. И вот эта многокопийность стража генома P53, она позволяет, точнее, не позволяет раковым клеткам активно развиваться. И выяснили еще у слонов, что вот это вот увеличение количества копий гена P53, оно как бы такой эволюционный процесс, и он коррелирует с тем, как увеличивались размеры. То есть, брали древнюю ДНК мамонта, предков мамонта, предков слонов, сравнивали. Вот. И с увеличением размеров тела животного увеличилось количество копий. Соответственно, таким образом слоны избегают мутаций, избегают образования рака. Вот. У голых землекопов довольно редко тоже встречаются раковые заболевания. Часто это просто где-то в лаборатории, когда что-то пошло не так. Вот. И у них как бы собратьев с ликушей, вот, у них тоже достаточно редко возникают раковые опухоли и это связывают с тем, что у них по-другому устроена иммунная система. Она очень хорошо распознает иммунные клетки и там выделяется такой фактор интерферон бета, который помогает в борьбе с раковыми клетками. Вот. Ну, и последнее, о чем я бы хотела поговорить, это почему мы пока не победили рак, потому что все, кто узнает, что я работаю в лаборатории и мы исследуем раковые клетки, вот, они задают вопрос, ну что, ну что, победили ли вы рак, когда вы сделаете препарат, когда мы всех вылечим, вот, и поэтому я решила сделать такой слайд. Значит, почему мы пока не победили рак. Значит, каждый из нас достаточно уникальный организм, вот, обладает своими генетическими характеристиками, у каждого из нас свой набор мутаций, которые могли побороться, иммунная система могли не побороться, вот, и даже если вдруг у какого-то организма возникает опухоль, то эта опухоль, она тоже не будет состоять из одного типа клеток. Каждая клетка в опухоли, она уникальная, I'm special, вот, и она будет нести свой набор, как бы, вот этих вот характеристик, о которых мы сегодня говорили. То есть, одна клетка будет, например, чувствительна к фактору роста, другая клетка будет, в другой будет поломан P53, в третьей будет там поломана, ну, наоборот, слишком сильно, например, работая защита от иммунитета. Поэтому, когда используют какую-то терапию рака, то могут победиться не все клетки. То есть, опухоль, она такая чрезвычайно гетерогенная. Вот, но тем не менее, подходы к раку растут, к лечению рака растут, вот, и смертность от онкологических заболеваний за последнее время, она значительно снизилась. Вот, это все благодаря диагностике, благодаря тому, что методы улучшаются, иммунотерапия, и таргетные терапии. Вот, ну, будем развивать дальше персонализированные разные подходы. Вот, и потом победим рак. Это все? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ